Привет, красотка! И сегодня у нас... Та-да-да-да! Новая коллекция Fixed Price, которую я не могла пройти мимо и, конечно же, набрала там всяких-всяких штучек и решила потестить вместе с вами. Первое, что мне кажется логично начать тестировать, потому что потом у меня уже будет макияж и маску я не смогу потестировать, это маска. Черная маска называется. Маска за 77 рублей. Я бы не сказала, что это и много, и мало для маски, то есть можно найти даже в золотом яблоке типа маски за рублей 40. Так вот, маска по классике наносится на 10-15 минут на сухую кожу лица. У меня сейчас кожа как раз сухая, без макияжа и готова к такого рода процедурам. Величайший экстракт Эдельвейца в сочетании с жасмином и коллагеном эффективно восстанавливает тургор кожных покровов. Я не знаю, что такое тургор, простите. Повышает их способность к регенерации, препятствует появлению морщин и тряблости, тонизирует и заряжает энергию. Супер! Ускрываем масочку, пахнет она не очень притягательно, но как-то, знаете, ну так маски, наверное, обычные пахнут. Она реально черная. А, она пахнет как мыло жидкое обычное. Но я надеюсь, что она не из мыла, иначе мы не увлажним кожу, а засушим ее. Вот эта масочка, она вся в средстве. Но это хорошо, что средства много. И по классике мы должны ее распределить на все лицо, разгладить все складочки. О, мне кажется, в таких масках можно, знаете, идти обворовывать банк. Как это обокрасть? Как это говорится реально? Воровать банк уже не скажешь. У меня всегда с носом проблемы в таких масках, потому что я его не могу достать. Но на удивление я скажу, что это одна из таких вот масок, знаете, которая хорошо разглаживается. Как будто она мне по размеру пришлась. Потому что обычно я вот так вот маску напяливаю на себя, и здесь просто куча складок. Мне сразу кажется, что это для головы XXXL какой-то. О, оно так стильно выглядит, если честно. Маска может выглядеть стильно. В таком же состоянии, в принципе, могу с вами смотреть что-то другое. Замечательно. Как раз-таки следующим логичным действием будет нанесение тонального средства. Я не могла бы идти мимо этого спонжа. Я уже когда-то тестировала Beauty Blender от FixPrice. Это было полное разочарование. Но сейчас он стоит 77 рублей. Или даже 90... Нет, 77. Выглядит, кстати, все очень круто. Мне очень нравится вот этот вот стиль. Легко открывается, все прозрачное, красивое. О, и он мягче, чем тот. Я прям помню свои эмоции от того Beauty Blender. Это было жесть, потому что он был каменный. Мне казалось, что я бью свое лицо. А этот спонжик, он такой мягонький, даже еще с учетом того, что я его не намочила. Что еще сделаю? А также я купила вот такую штуку. Не удивляйтесь, пожалуйста, написано, что полустельки. Я понимаю. Это такая вещь, типа она кладется в босоножки, знаете, чтобы нога не скользила. И она как бы зафиксировала босоножку. Сейчас... О, боже мой. Сейчас, конечно же, осень. Сейчас это вообще не нужно, но я это купила для другого. Может быть, вы видели когда-нибудь такие силиконовые штуки и как ими наносят тональник идеально. Я видела такое и не раз видела. И мне они сначала показались такими похожими на эту штуку. Я их увидела и подумала, о, это, наверное, та штука. Потом прочитала, что это полустельки. Но я решила попробовать. Почему нет? Я пошла вот это вот мочить. Что с фокусом? Здравствуйте, добрый вечер. В общем, я все-таки убрала маску. В принципе, 10, ну или 7 минут, сколько она мне была на лице, мне кажется, достаточно для тестинга. Средства в ней много. Оно не высохло ни снаружи, ни вот у меня вот здесь внутри. Средство еще осталось на коже. Это круто. Я его сейчас как раз распределяю. Не смывайте, девочки, если что. Ну, только если в маске не написано, типа, смойте после использования маски средство, которое осталось на лице. Но чаще всего это средство нужно распределить по коже и дать впитаться. Потому что это все полезные, действующие вещества, которые могут проникать в вашу кожу и так далее. Тем более, там у нас экстракт Эдельвейс. И так, я намочила яйцо. Я не знаю, помните ли вы его размер, который я только что показывала, но мне кажется, что визуально он стал больше. На ощупь он стал мягче, но и в то же время у меня такое ощущение, что он много заберет моего тональника. Потому что как будто бы у него такие частые вот эти вот поры. И стельчики наши тоже в деле. Мы берем мой тональник. Маска в целом, кстати, неплохая. Мне понравилось. 77 рублей. Все нормально. Средства там много. Выглядит красиво. Набираю тон на губку. И он реально его поглощает. Девочки, представляете? Посмотрите, как много... Сфокусируйся я вот здесь, дружок. Посмотрите, как много он забрал. Здесь было просто пятно. И вот как много в нем внутри. Но я не знаю, он сейчас отдаст мне это все или нет. В целом, хочу сказать, что прогресс есть. Он не бьет мое лицо. Это хорошо. Он не такой мягкий, как мой спонж для макияжа от Real Techniques. Но и не камень, как в тот раз. Потому что в тот раз, я помню, я даже не смогла им ничего нанести. Ну, средства он мне отдал. И знаете, вполне даже хорошо. Действительно нормально. Если вы, в принципе, захотите потестить, у вас его никогда, например, не было, вы хотите, в принципе, познакомиться с этим продуктом, то за 100 рублей в фикс-прайсе это сделать намного проще, чем в Real Techniques, конечно же, за там 800 рублей. А если оригинальный бьюти-блендер, то он вообще стоит 200 с чем-то вроде бы. Да. Я когда горло прокрашиваю, у меня странный голос. Вы слышите это? Мне 5 лет. Я поставлю ему, ну, 4 и 8. Где-то так, из 5. О, я забыла сделать стельку. О, давайте я нанесу консилер и растушую его как раз-таки этой стелькой. Ну, нет. Эта штука точно не подходит, может, потому что это стелька. Она оставляет прямо следы, вот эти вот изогнутые, как такие вот, знаете, врезы какие-то в кожу. И мне кажется, она только забирает средства. Ну, короче говоря, ладно, может быть, они еще пойдут как стельки, но как спонж на лицо точно нет. Окей, переходим к следующему средству. И здесь у нас целый набор. Я взяла, посмотрите, сколько кисточек для макияжа. И кисточки я очень люблю тестировать, тем более, что одна кисточка из фикс-прайса у меня прожила где-то год. Кисточка за 55 рублей, и я ею пользовалась, чтобы наносить хайлайтер. Она реально была классная. Все кисточки стоят 99 рублей. Наверное, логично было начать тест вот с этой кисточки, потому что она на самом деле для нанесения тональника. Но мы сейчас с вами все равно попробуем ее в действии. Пока что на внешний вид выглядит она хорошо. Плотно набитый ворс. Ничего не выпадает вроде бы. Давайте мы ей с вами попробуем растушевать контуринг вот с этой стороны и растушуем. Ну, вроде тушует хорошо, но вроде бы она и средства не оставила вообще. Как будто бы она его съела. Нет? Давайте-ка я его еще нанесу. Она правда так сильно гнется, мне даже страшно, как будто я ее сломаю. Смотрите, видите? Необычно. Я просто такими кисточками сама не люблю пользоваться, потому что, не знаю, мне кажется, они мне как-то растягивают кожу, особенно если я вот здесь вот провожу. Но кто-то любит такие. И, в принципе, они неплохие в фикс прайсе за 100 рублей. Далее давайте потестим пудру. Точнее, кисть для пудры. Она очень пушистая. Какой и должна быть кисть для пудры. Оооо! Как она воняет! Я даже не могу сказать пахнет, она воняет. Это ужасно, это ужасно, это ужасно, серьезно. Я не утрирую. Ну-ка посмотрим на вылазение ворса. Ну, он очень хорошо так вылазит. Видны вам эти волосики? Больше всего меня смущает то, как она пахнет, потому что это нельзя сказать пахнет, это воняет. Но выглядит она симпатично, ну то есть минималистичный такой стиль, мне такой нравится. Ручка закреплена хорошо. Единственное, что ворс каждый раз, когда я по нему провожу, он выпадает. Ну ладно, давайте попробуем нанести пудру. Жестковатая кисточка. Запах просто отвратный. Но она действительно жесткая. Не тот момент, когда кисточкой проводишь и так мягко, прям как будто кошачья лапка. Нет, здесь вообще не так. Как будто бы это скунса хвост какой-то. Но пудру она мне нанесла, конечно. Нанесла нормально. Но пахнет она ужасно. Может быть, если ее помыть, хорошо. Хотя, мне кажется, если ее помыть, у нее весь ворс выпадет. Следующая кисточка, на которую у меня большие надежды, это кисточка для контуринга. Мне нравится то, как она выглядит. Она выглядит действительно как хорошая кисточка для контуринга. То есть она немножечко скошенная. Ворс, конечно, из нее тоже вылезает сразу же. Да. И она тоже воняет, но это другой запах. Это запах клея. Вот этот запах клея. Я возьму свое средство для контуринга. Наберу на кисть его. Ну, кисточка отстой, девочки. Вот это сразу видно. Во-первых, посмотрите, она даже не растушевывает. Это вообще не смущает? А она вообще не растушевывает. Более того, я как будто провожу, знаете, какой-то соломой или какой-то сантим... Ааа! У куклы Барби волосы. Вот из этого материала 100%. Потому что такое ощущение, что я просто провожу пластиком каким-то. Серьезно. Ужас. Нет, 100% никогда не покупайте эту кисточку в экспрессе. Дальше давайте тестить кисточку пушистую для нанесения растушевки теней для век. Пахнет клеем точно так же. Кисть снова с выпадающим ворсом. Это еще меньше всех пахнет. Это еще можно терпеть. Посмотрим, как она наносит молочные тени, например. О, хорошо наносит. Но это еще тени пигментированные. И теперь нанесем коричневатые тени в складку века. И посмотрим, как она будет растушевывать. Она вообще их растушевывает? Мне кажется, я как их нанесла одной полосочкой, так они одной полосочкой остались. Давайте сравним, например, с этой моей кисточкой дома, которая у меня. Это кисточка от NYX, кисточка бочонок. Вот, это я понимаю. Она растушевывает цвет. До свидания. Короче, кисточки в фикс-прайсе не покупайте. Только одна вот эта вот меня немного не разочаровала. Она нормальная. Смотрим дальше. А дальше у нас очень интересная, девочки, вещь. Это какое-то невероятное вообще средство. Линейка для бровей. Понимаете? Я не придумываю. Я серьезно говорю. Смотрите, как это выглядит. Это чтобы мы, типа, ровно нарисовали брови. Я ни разу такого не видела. Стоит эта штука 55 рублей. А выглядит она вот так, девочки. Что это? Это все, что там было? Она держится немножко. То есть, типа, мы надеваем ее на нос. Я себя чувствую каким-то работником в каске. То есть, она нужна для того, чтобы мы ни выше, ни ниже не нарисовали брови, да? Она не держится ровно. То есть, я правильно понимаю. Она должна подсказывать, где должно быть начало брови. То есть, вот по меркам этой штучки. Бровь, она должна у меня начинаться здесь. А она у меня начинается раньше, если можете видеть. Она у меня начинается раньше. Вот здесь должна быть ее самая высокая часть. И, в принципе, она должна вот так идти. А дальше я не знаю как. В общем, мне кажется, это настолько бесполезная фигня. Во-первых, потому что у всех абсолютно разный разрез глаз. Ширина глаза. Соответственно, у нас разное расстояние между глазами. Кому-то вот эту штуку наденешь, и у него вообще бровь должна начинаться с середины. Там не знаю, где у него на самом деле начинается. В общем, это не универсальная штука. Она не может быть априори универсальной, потому что у нас у всех строение лица абсолютно разное. Он еще и отваливается, смотрите. Аааа. Он не отваливается. Он, походу, клейкий. Зачем только что я оторвала эту штуку, непонятно. Потому что она как не держалась, так и не держится. В общем, ладно, до свидания. Я сама нарисую брови. Для бровей там, к сожалению, ничего не было. Поэтому я останусь как была без бровей, так и останусь без бровей. Но зато там есть очень интересная штука. Штука под названием органайзер для косметики и аксессуаров. Она достаточно такая тяжеленькая. Стоила она 100 рублей. И мне показалось, она довольно прикольная для того, чтобы хранить кисточки вертикально. Или всякие там помады, у кого поместится. Ой, такая приятная штучка. Я ее представляла какой-то более дешевой, так сказать. А она выглядит так, знаете, основательно, я бы сказала. Выглядит симпатично. У нее такая серая сверху силиконовая штучка. Здесь она сама пластиковая. И она такая, знаете, увесистая. То есть она не суперлегкая. Опа, прикольно. Это прикольно. Это реально прикольная штука. Это самая полезная штука из всех, что я показывала сегодня. Тем более, что сюда, кажется, можно ставить не только кисточки, но и, например, консилер. Смотрите-ка, я засунула сюда консилер. То есть, видите, вот эти вот штуки, они раздвигаются. Круто. Вот этой штучкой я реально довольна. И я, наверное, буду ее использовать. Мне она нравится. А вам? Дальше у меня в пакете есть вот такая вещь. Почему я ее взяла? И что это вообще такое? Это конжиковый спонж. Я не знаю, знакомы вы с таким продуктом или нет, но я очень даже, да, минимум я пока что видела его рублей за 200. 55 рублей. 100% конжиковый спонж. И выглядит, я вам скажу, он абсолютно точно так же, как мой конжиковый спонж, который висит у меня в ванной. Абсолютно одинаково. Вот абсолютно. Я, конечно, его еще намочу и протестирую. Суть такого конжикового спонжа, что вы его хорошенечко мочите, потому что если сейчас его сдавить, то он просто сломается, мне кажется, напополам. Он становится очень мягким. И когда вы умываетесь, можете прямо сюда добавлять свою пенку для умывания, гель для умывания и очищать кожу вместе с ним. Он еще немножечко дает такой пилинг эффект. В любом случае он стоит там 55 рублей. Если хотите попробовать, то почему нет? Давайте я пойду сейчас в ванну и намочу его. Итак, я намочила наш конжиковый спонж. Вот он стал таким податливым. И заодно я захватила свой конжиковый спонж, который у меня висит в ванной. Есть все-таки разница. Есть разница в том, что мой конжиковый спонж немного все-таки мягче. Вот я на ощупь даже ощущаю, знаете, это как будто бы бьюти-блендер оригинальный и спонж а-ля бьюти-блендер из Fixed Price. Вот здесь то же самое. Этот внутри немножечко более упругий, но мне кажется, это никак не повлияет на умывание, потому что он, ну, такой же примерно на ощупь даже вот по руке, как и мой. Но мой все равно чуть-чуть помягче и он как будто бы более податливый. Этот зато стоит около 250, по-моему, рублей, а этот 55. И если написано, что это 100% конжак, я не знаю, куда ставится ударение в этом слове, то зачем переплачивать, мой вопрос. Ладно, но мы давайте с вами перейдем к финальным средствам. Это на самом деле самое печальное средство, к которому я не хочу переходить, потому что здесь у нас блеск для губ, и он просто отвратительно выглядит. Вот серьезно, во-первых, он открыт. Я не нашла закрытого блеска в Fixed Price, то есть его упаковка полностью разорвана. То есть в том месте, где открывается блеск, он открыт. Цвет у него тоже, если честно, не очень. Такое, знаете, в детстве вот такие блески у меня продавались. Вот, это такой вот розовый, персиковый какой-то. Но также у меня есть вот такая, вроде это помада, можно сказать. Помада была запечатана, кстати, мне повезло. Вау, какой яркий цвет. Дискотека у нас будет с вами. А вот на свотч, она не такая уж и насыщенная. И тушь. Тушь я заранее потестировала, потому что за один раз вот так вот нанеся, я не могу сказать, классная она или нет. Тушь отстой, потому что она осыпается через полчаса после нанесения, потому что ее нужно наносить в 10 слоев, чтобы она была вообще видна. В принципе, этого достаточно. Тушь стоила 77 рублей. Вот эта штучка, по-моему, 55 рублей, а вот эта неизвестна, потому что на ней ничего не было. Но мне кажется, тоже либо 55, либо 77. Забыла показать тушь, посмотрите, запомните и не покупайте. Давайте сначала я накрашусь вот этой помадой, потом сотру, накрашу блеском. Ну, цвет не такой плохой, как я думала. Он, конечно, абсолютно не тот, который я вообще носила бы в жизни, но в то же время она такая матовая, она приятно наносится. И она не то чтобы матовая, матовая. Она как будто бы имеет матовый финиш, но сама по себе она кремовая. Ну, нет, конечно, в жизни я никогда такую помаду на себя не надену, так сказать. Но на нанесение она не противная, не плохая. То есть она даже сидит на губах не так плохо, по ощущениям. Если бы она была хотя бы какая-нибудь нюдовая или коричневая, возможно, я бы даже подумала о том, что она хорошая. Ну, цвет на губах не такой противный, как на руке был. В принципе, не так уж и плохо, если бы я не знала, что этот блеск открыт был кем-то и, возможно, использован. А так, в принципе, мне кажется, очень даже неплохой блеск. Я удивлена сама от себя, что говорю это, но неплохой блеск действительно. Неплохой и по цвету, и по ощущениям его на моих губах, вот так. И визуально увеличивает немного губы. Ну, что ж, красотки, вот и подошел наш тест к концу. В принципе, я не так уж и недовольна фикс-прайсом. Есть вещи, есть продукты, которые действительно стоит купить, наверное. Особенно с учетом того, что они стоят всего лишь там 100 или 55 рублей. И, в принципе, они ничуть не хуже, чем их аналоги за более высокую цену. Поэтому надеюсь, что видео было вам, может быть, даже полезно. Вдруг вы сейчас такие, опа, вам понравилась вот эта штучка, в которую вставляются кисточки. И пойдете в фикс-прайс покупать ее. Я буду ждать дальнейших коллекций, дальнейших пополнений в фикс-прайсе. Но мы с вами давайте перейдем к видео вопросу из инстаграма. Привет! Саш, подскажи, пожалуйста, можно ли пользоваться ВВ-кремом в 13 лет? И влияет ли, в общем, тональник как-то багубно на кожу, закупоривает поры и так далее? Привет, красотка! Спасибо большое за вопрос. Очень классный вопрос. Да, есть много стереотипов о тональнике, в принципе, о косметике, что это все плохо, и чем позже ты начнешь ею пользоваться, тем лучше. На самом деле, здесь есть доля и правды, и доля неправды. Потому что, если ты будешь подходить к вопросу макияжа грамотно, то есть не покупать тональник, например, за 50 рублей в фикс-прайсе каком-нибудь, кисточку еще окей, кисточка ничего страшного это не сделает. Но вот тональник, который напрямую контачит с твоей кожей и действительно попадает в поры, это плохо. Так вот, если ты будешь правильно ухаживать за своей кожей, наносить базу или праймер перед тем, как нанести макияж, смывать косметику вечером, это, знаете, как в вопросе линз, цветных линз. У меня очень многие спрашивают, а цветные линзы или просто линзы портят зрение? Нет, конечно, они не могут портить зрение априори, если только вы не совершаете нужную гигиену. Так вот, то же самое с макияжем. Если вы неправильно смываете или вообще не смываете макияж, если вы используете какой-нибудь просроченный тональник или дешевый очень сильно тональник, то да, проблем с кожей не избежать, это точно. Но на самом деле во многом, во многом декоративка очень даже полезна. Декоративка как минимум как барьер между твоей кожей и холодными температурами, которые мы сейчас можем наблюдать. Так что, как и в любом вопросе, если ты подходишь с мозгами к нему, то все будет хорошо. И бибикремом можно пользоваться. Бибикрем в своем составе обычно имеет еще какие-то ухаживающие свойства. Поэтому, девочки, это миф, я бы сказала, но в то же время в 7 лет я бы тоже не начинала краситься, это в принципе незачем. Если уже проснулся интерес к косметике, как можно себя сделать красивее с помощью косметики, почему нет? Главное к этому подходить с умом. Ну а если ты, красотка, хочешь попасть в видео, хочешь, чтобы я ответила на твой вопрос, то переходи в мой инстаграм и задавай мне там видео вопрос, и я отвечу на него в следующих видео. Ну а вам, я красотки, желаю улыбаться чаще. И до скорого! Пока-пока!